Немного о том, как живется здесь высоким людям. Вот эта вот высота 2 метра. Хорошо, что я маленькая. Всем привет! Сегодняшний влог у нас без родителей. Первый влог после того, как родители уехали. Поэтому только я с вами. А под вечер будет Юнсу. Как-то немножко необычно, потому что до этого у нас была такая прям целая банда. Нас было четверо, мы шли все вместе, что-то снимали, говорили. А тут иду я-то такая с камерой. Все так на меня смотрят, типа, что ты, что ты такое снимаешь? Ты снимаешь нас? Нет, не нас, себя. Потому что в Корее как бы не хорошо снимать других людей, поэтому они так сразу. Вот, а я сегодня с утра сходила в администрацию района, типа того. Как бы, я не знаю, как это в русском называется. Вот. Ну, офис района. Как бы так, если переводить совсем дословно. Для того, чтобы уладить некоторые вопросы. И заметила еще одно различие России и Кореи. В общем, как-то так незаметно. То там было много народу, то переходы, переходы. Вообще, я быстренько уже прибежала домой. Так что продолжу дома. Так вот, что же я такое заметила? Какое же различие между Россией и Кореей? Это то, что в Корее некоторые дела, как раз-таки относительно почты, банка, либо что-то с какими-то государственными делами, да. То есть, когда ты какие-то документы оформляешь, можно перепоручить своему супругу или супруге. И при этом необязательно иметь какую-то там доверенность и так далее. Достаточно просто прийти, показать ID-карточку супруга и решить тот или иной вопрос. Причем, как бы, в документах внизу я могу подписаться своей фамилией, потому что в базе везде понятно, что есть информация о том, что я являюсь его женой и так далее. Поэтому это очень удобно без каких-либо доверенностей. Супруг либо супруга могут помогать. И тут как раз-таки тоже в ответ на то, что в Корее же всякая государственная система, банки, почта, они работают до 4-х, иногда до 5-ти часов. Поэтому, ну, не всегда получается отпроситься с работой, сделать так, чтобы выходной был в нужное время. Поэтому можно, а когда в Корее чаще супруги не работают, да, не сидят с детьми и так далее, можно попросить свою супругу сходить в банк, сходить на почту, что-нибудь, не знаю, сделать. С почтой, как я уже рассказывала в отдельном видео, там вообще, в принципе, проблем нет. Потому что, насколько я знаю, в России даже посылку получить, пускай родителя, дочери, либо мужа без доверенности нельзя. Даже если я приду с его паспортом, не знаю, мне говорили, что нельзя, может быть, сейчас по-другому. Если что, пишите в комментариях, если можно, вот прийти, показать паспорт мужа и забрать какую-нибудь посылку на его имя. Ну, в Корее вообще, в принципе, посылки присылают на дом, поэтому с почтой такого не нужно. Ну, а вот банк, либо какие-то госструктуры можно прийти и за мужа что-то сделать. Понятное дело, не что-то серьезное, потому что, если это уже там совсем что-то серьезное, то нужно лично присутствовать тому человеку, кто подает. Но какая-то часть, которая вот не столь значительно, чтобы отпрашиваться с нее с работы, но нужно при этом быстренько сходить, что-то решить, можно сходить и помочь своему супругу. Так что это очень удобно. Ну, а сейчас я планировала перекусить. Может быть, не знаю, салатик себе сделаю с авокадо. И буду монтировать видео. Последний влог 29-го, 29-го августа, тогда, когда родители уезжали. Надеюсь, не буду плакать, когда буду монтировать. Ну, а вообще, да, мне кажется, я немножко разучилась снимать вот такие более разговорные видео, потому что до этого мы в основном куда-то ехали. Я что-то вам показывала. То есть в основном были такие пейзажные, какие-то экшн-видео. А домашние влоги, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Ну, а параллельно, раз у нас сегодня домашний влог, то поговорим немножко о домашних делах. Пока варятся яйца, вот там, нужно справиться с вот этой горой посуды. Это то, что осталось после вчерашних пюрешки и котлеток. Вот такой салатик получился из листьев салата, авокадо, яйца, немножко соуса сверху, майонезный соус, соль, перец. И тост. Приятного мне аппетита. Мы тут наслаждаемся нектаринками и смотрим новости. К нам, сейчас вот так покажу, с телефона на телефон, к нам в выходные идет тайфун очень сильный, причем ужасным просто ветром, который сносит все. Поэтому вот ждем. Что я вам говорю? Русиста. И этот тайфун название Линглин. Линглин. Это то, что он считает, это очень красивый гаджет. Звучит музыка. Ух! Р orж. Да, выходные конечно желают на никуда особо не идти. Вот сегодня 일본 Укинауа, вот здесь. Это 60 метра?! Уааа! О майго! О майго! О майго! Ой! Я, в общем, как всегда, юнсоп уснул, а я понял, что хочу есть, поэтому я жарю наггетсы, перекушу наггетсами с салатиком. Субтитры создавал DimaTorzok